Дождались. Все эти опубликовали новый трейлер и официальный синопсис к фильму «Изгой. Один звездный войн истории». В течение нескольких дней до премьеры полноценного ролика создатели фильма отразнили поклонников и выкладывали одну за другой тизер и анонсы к полной версии трейлера. Происходило это немного немало в ходе олимпийской трансляции из Рио-де-Жанейро. И вот фанаты ликуют полноценное видео первого спин-оффа культовой киносаги. Получилось двухминутным. Но главное, в ролике показали Дарта Вейдера. Не успели рассмотреть, да? Давайте еще раз. Вот он замедленный вариант, но в оригинале всего 2 секунды. А вы что хотели? Зато сколько эмоций! Без него было просто нельзя. Шлем точно Дарта, а вот красные линии, которые вы видели, чертежи звезды смерти. Дарт Вейдер действительно будет в фильме, а вот этот второй трейлер – идеальная возможность показать его фанатам. Важно лишь то, что озвучит его Джеймс Эрл Джонс, как и в оригинальной трилогии. Ура, говорят фанаты! Также накануне киностудия Дисней поделилась официальным синопсисом фильма. В нем речь идет о группе смельчаков, которые на героев совсем не похожи. Их объединяет миссия по краже планов звезды смерти, невероятно мощного оружия, созданного империей. Это ключевое событие в хронологии «Звездных войн». Оно собирает вместе простых людей, которые совершают удивительные вещи и входят в историю. Важную роль в фильме сыграет пустынная планета Джеда. Режиссер картины Гард Эдвард заявил, что все фанаты джедаев, цитата, «обязаны посетить это место на своем жизненном пути». Ну и куда же без любви? С самого анонса было известно, что главной героиней станет Джин Эрсо. Но только теперь стало понятно, что среди мужчин самую важную роль сыграет капитан Кэсси Нандер. По трейлеру видно, что между ними возникает какая-то связь. Возможно, все ограничится дружбой, но кто же знает. До этого уже было известно, что сюжет картины «Изгой. Один. Звездные войны. Истории» состоится вокруг событий, которые предшествовали четвертому эпизоду саги. Интересно, что не так давно почти готовый спин-офф решили переснять. Компании Дисней он не понравился. Первый не понравился мировая. Премьера состоится, я напомню, 14 декабря. А российская запланирована на 15 число. Могут ли «Звездные войны» установить новые рекорды в прокате? Давайте узнаем прямо сейчас у кинокритика Александра Голубчикова. Александр, я вас приветствую, но перед тем, как поговорить о сумме, которую может этот фильм собрать, сейчас, наверное, гнев на себя навлеку всех фанатов. Но зачем снимать этот фильм, если мы с вами знаем, чем закончится? Ну, зачем снимать этот фильм? В принципе, снимать экранизацию Анны Карениной никому не мешает, хотя все знают, чем закончилась, как сложилась судьба Анны Карениной. Тем не менее, снимают и продолжают рассказывать истории. Что касается «Звездных войн», то да, мы знаем, чем закончилась история, но мы не знаем, что было между третьим и четвертым эпизодом, каким образом вообще родилась идея построения «Звезды смерти». Мы знаем, что случилось с Энекеном, с Скайуокером, как он перешел на темную сторону, и как Энекен потом пытался найти, ну, вернее, уже Дарт Вейдер пытался найти общий язык с своим сыном. А вот что было между этими событиями, мы, конечно, не знаем. Знают об этом люди, которые читали многочисленные тома литературных продолжений, ответвлений вот этой всей вселенной «Звездных войн». Зрители, которые ходят в кинотеатры, конечно, им это интересно, они не могли подчеркнуть эту информацию ни из кинофильмов, ни из сериалов, в которых многочисленных обстанцев, которые сняты во вселенной «Звездных войн». И, в общем-то, компания Disney, которая теперь владеет правами на всю вселенную «Звездных войн» и правами на киностудию «Лукас Финн», они решили развить этот бизнес полностью каждый год, выпуская по одной серии «Звездных войн», рассказывая те истории, которые не входили в основные шесть частей, которые мы уже знаем. Вот эта история, которую мы с вами увидим в декабре, какая роль там будет у Дарта Вейдера? Можем предполагать, вы видели, как он на две секундочки, на полторы в конце трейлера появляется, как часто мы будем видеть его в новой серии? Ну, я думаю, что Дарта Вейдера как вселенское зло во всей саге «Звездных войн». Я не думаю, что ему будет уделено достаточно много времени, тем более, что, ну да, он стоит за «Звездой смерти», он придумал эту конструкцию, но основная история, конечно, будет, во-первых, история любви, и то, что сейчас довольно популярным последние годы стало в кино, это история женщины, которая ведет за собой повстанцев, войска, это мы уже видели в «Дивергенте», в «Голодных играх», и, по сути, то, что сейчас делает «Лукасфильм», то, что сейчас делает компания «Лисней», они пытаются вскочить на уходящий поезд таких феминистских фильмов, в которых женщина поднимает за собой отряды и пытается изменить мир. Возможно, что вот то, что получилось у Гарда Эдберса, почему были затеяны пересъемки, что Гарда снял, наверное, больше то, как он любит кино с небольшим количеством специальных эффектов, хотя, как сказать, у него была и «Горзилла», где было достаточно много спецэффектов, там была сильная человеческая история, были монстры, в которых спецэффекты он все рисовал на коленке на своем компьютере, и за 15 тысяч долларов снял полноценное кино в Гватемале на двух человек, и при этом осыкивал его спецэффектами. То есть его, почему и взяли в качестве режиссера этой картины, тем, что он может минимальными средствами рассказать историю и добавить, насытить ее... Чтобы сэкономить, что ли, Александр, получать? Конечно, сейчас весь Голливуд занимается только тем, что они экономят. И они выбирают режиссеров, которые снимают либо короткие, короткометражные видео, но, знаете, с насыщенной графической какой-то, хорошей графической компьютерной графикой, и вот из этих режиссеров, они их привлекают на съемки больших фильмов, потому что, а, знают, что эти режиссеры не запросят много денег, поскольку они мало кому известны, и, б, конечно, они умеют достигать каких-то интересных визуальных решений минимальными средствами. А все студии заинтересованы в том, чтобы сэкономить, и они, поэтому эти режиссеры, поскольку они никому не известны, они очень податливы, они не очень самостоятельны, в смысле, они очень зависимы от продюсеров. И они не могут сказать ничего против продюсеров, никаким образом как-то им перечить, они будут следовать четко тому, что им говорит студия, что им нужно делать. А стоит смотреть этот фильм тем, кто не фанатеет от саги в целом? Ну, конечно, сейчас «Звездные войны» под последний фильм, который мы видели, седьмая часть, которая перезапустила франшизу, которая нам перерассказала все вкратце содержание всех предыдущих частей. И, в принципе, армия фанатов «Звездных войн», она сильно увеличилась благодаря этому. Понятно, что новые ответвления, новые истории, предыстории и подыстории «Звездных войн», они рассчитаны именно на то, чтобы работать с людьми, которые уже вовлечены в эту сагу, которые уже знают, что из себя представляют эти герои. И, по сути, у компании «Дисней» нет задачи, наверное, на данный момент как-то расширить аудиторию еще. Она и так достаточно большая. Им нужно сейчас как-то, может быть, точечно... Понятно, что фильм сверет меньше, чем седьмой эпизод. Это очевидно. И я думаю, что и «Сонни», вернее, «Дисней» ни в коем случае не делают ставки на то, чтобы эта картина собрала больше, чем седьмой эпизод. И, тем не менее, они просто сейчас работают с аудиторией, которая уже есть у «Звездных войн», и пытаются воспитывать новые поколения, скорее, с подростков, у которых должна быть какой-то объект для подражания, за кем они пойдут. И, скорее, на эту аудиторию он рассчитан, на подростков, на студентов младших курсов. Вот, скорее, туда. Восьмой эпизод снимают, чтобы подготовить к выходу девятого. Спасибо вам большое, Александр. Благодарю. С нами был кинокритик Александр Голубчиков.